Добрый вечер всем моим дорогим любителям парфюмерии, парфюмоньякам, любителям маленьких красивых флакончиков, потому что сегодня у нас как раз пойдет разговор о разных мини-вариантах. Мини, ну будем считать это, наверное, где-то до 10 мл, потому что 15, там 25, 30 это уже такие флакончики побольше. А у нас здесь будут совсем мыси-пусечки, которые радуют глаз просто необычайно. Особенно, когда они выполнены и соответствуют взрослому флакончику, это просто такая радость и красота необычайная. По большей части, конечно, мне приходится заказывать это все через наши рижские магазины интернетовские парфюмерные. И выбор там, ну не сказать, что большой, к сожалению, там частенько нельзя купить в какой-то флакончик по отдельности, приходится покупать такие наборы. Наборы уже стоят тоже недешево. Я бы даже сказала, что вот эти мини-варианты в пересчете на миллилитры, они получаются безусловно дороже, чем если бы ты покупал большой полноразмерный там флакон. Но, конечно, у меня тут муха какая-то летает. Тоже парфманиачка муха, наверное, прилетела. Но не моя муха, а муха настоящая муха. Вот. Да, то бишь, о чем я... Ну, получается дорого. Получается дорого, но это, конечно, все-таки дешевле, чем если бы ты покупал большой флакон. И самое главное, это, собственно, чем это все хорошо, безобразие, тем, что оно дает возможность познакомиться с ароматом, потому что не всегда это можно потестить в магазине, потому что уже кое-чего, в общем, как бы уже и не встретишь. А купить вот так вот без затеста по описанию я уже на этом, конечно, накалывалась не один раз на неудачных покупках. Поэтому, ну, стараясь по возможности хотя бы взять менюшечки какие-то. И благодаря этому я узнала массу ароматов, которые мне очень понравились. И это послужило потом стимулом и поводом купить уже полноразмерную версию. Вот к таким вот моим находкам, например, относятся Терри Мюглер Альена. Я бы вряд ли его когда-то смогла потестить. Его у нас и нет в магазинах. Вот. И как бы стоит он очень дорого на сайте. Я бы тоже не купила его так вот просто по описанию. Теперь же это один из моих любимых ароматов. У меня уже есть 15 миллилитров. И я уже так посматриваю там на 30. И там, конечно, есть другие версии. Но вот на другие версии миниатюрок нету. Поэтому я облизываюсь только так потихонечку. Мой хомячок бижутерный, хотела сказать, бижутерный у меня тоже наглый хомяк. Но вот парфюмерный он тихонько там пускает слюньки. Но пока не может меня уговорить. Приобрести какой-нибудь вот из этих вариантов. Хотя искушение есть. Там их уже штуки, по-моему, 3-4 на нашем сайте появилось. Вот. Потом точно так же неожиданно для себя открыла. Очень бюджетненький, кстати, аромат. Элизабет Орден 5-я веню. Получив вот эту менюшечку, я просто влюбилась в аромат. Купила уже полноразмерную версию. Мне, конечно, показалось, что менюшка, она более нежная, более пудровая. Что полноразмерная версия, немного более резкая. Ну, общие тонутки и ароматы те же самые. Так что это для меня теперь тоже открытие. И я просто счастлива, что у меня есть теперь эти ароматы. Так, что я еще отсюда покупала? А, ну, я познакомилась с целой линейкой, такой Бушерон маркой, про которую я ничего не знала. Вот у меня очень много. Это был такой красивый, хороший наборчик, не самый дорогой. И теперь у меня уже есть полноразмерные версии. И Бушерон Пандомская площадь, и вот этот Джайпур браслет. И они мне очень нравятся. И я рада, что я смогла потестить, и это дало мне возможность как-то так не спеша познакомиться. А еще мне очень нравится, что они полностью соответствуют взрослому флакончику большому. И здесь все написано замечательно просто. То есть не будет никакой ошибки. Будешь знать всегда, что это такое. Потому что у меня есть флакончики, которые потеряли надписи, или ее и не было этой надписи. И в результате я теперь даже не знаю. Вот, например, помню, что, по-моему, название было «Сирены». А кто автор? Не, ну можно найти, конечно, в интернете. Вот, тоже понравился флакончик. Но вот он теперь у меня такой безымянный. И вот это я тоже потеряла название. Хотя оно мне так иногда где-то попадается, этот флакончик. Он очень вкусненький. Он пахнет орешками, шоколадом, чем-то таким. Очень кофе даже, по-моему, немножко. В общем, очень такой ням-нямный вариант. Что, может быть, и можно было бы заказать версию побольше. Ну, надо будет просто поискать. Если я на него где-то наткнусь, то посмотреть, что же это было такое. Взяла такой тоже. На сайте заказала «Кинг Карадашьян», по-моему, называется. У него там было много вариантов. Тоже терялось между тем, какой взять. Очень бюджетненький был. Ну, как-то не оставил никаких особенных таких воспоминаний, впечатлений. Ничего у меня с ним не связано, поэтому просто стоит. В магазине у нас можно вот купить что-то типа «Марина де Бурбон». Вот такую менюшечку. И все. У нас очень мало магазинов. Вообще почти нет этих мини-вариантов. Частенько, считаю, как девочки там в России покупают. И много этих менюшечек в магазинах. И прямо завидую невероятно. Марина де Бурбон тоже очень понравилась. Я после этого покупала уже какой-то другой вариант ее. То есть тоже вот была возможность потестить, познакомиться. И неожиданно для себя это было такое маленькое открытие. Ну и, конечно же, «Живаншар Ганза» это мне подарили. Я просто в восторге от этой маленькой бутылочки, которая полностью повторяет размеры форм взрослой бутылочки. Запах очаровательный. Но я читала про этот аромат, про Арканзу, что она очень быстро, ну как бы, выходит из строя. То есть она плохо хранится. Поэтому, может быть, как раз имеет смысл такую вот маленькую иметь. Потом, может быть, еще такую маленькую. И, может быть, этого будет достаточно. Хотя вот она тоже, она без распрыскивателя. Ее надо наносить намазом. А я заметила, что то, что наносится намазом, она порой все-таки запах немножко, ну как будто бы другой. Ой, так, ладно, продолжим. Это «Эклад Ланвин». Тоже милая менюшечка взяла, потому что она мне напоминала взрослую бутылочку. Взрослая бутылочка у меня тоже есть, большая. Аромат мне нравится, бутылочка прелесть. В общем, люблю вот такие. Есть у меня вот тут еще всякие в таких вариантах, например. Ну, вот это было мое разочарование, потому что, когда я его заказывала, он тоже был нарисован как полноразмерный флакончик, только в уменьшенном виде. А пришел в виде трубочки. Еще, по-моему, даже с роликовым шариком. Поэтому пришлось потом заказать 30-ку. Это мой любимый вариант. «Дольче Габбана Заван». Он мне очень-очень нравится. Здесь какой-то у нас Карл Лагерфельд. Наверное, взяла после того, как познакомилась вот с его вот таким вариантом. «Сумун и Стар». Кстати, уже нету его. Я не могу найти. В большем варианте я его уже не могу найти. Очевидно, он уже снят с производства или уже снимается. Не знаю, почему. Невозможно найти хотя бы 30 миллилитров. Очень яркий, очень интересный аромат. Немножко, может быть, и старомодный, но потрясающий. По составу там богатейшая пирамида невероятнейшая какая-то. Ну, сразу чувствуется, делалось безумно добротно когда-то. Вот. Есть у меня и какие-то такие тоже безымяшки в масле. Очень стойкие. Очень, ну, что-то типа мажнуар там. В общем, что-то такое. Ночное, терпкое, стойкое, вкусное, старинное. Есть у меня, вот я уже показывала такие сислые. Наверное, тут буквально один миллилитр, но даже с распрыскивателем. Это мне привез друг из Парижа. Он ездил туда на какую-то конференцию и как-то их там осчастливили какими-то наборчиками. И вот он что-то мне он еще приносил. Но вот эти духи меня тоже потрясли. Они потрясающие, вкусненькие, классненькие, супер. Вот. Ну, стоят у нас там чуть ли не по 200 евро. Никогда в жизни я их не куплю. Вот. Есть такие вот у меня тоже подарочки. Кинзо. И мне этого хватит, потому что к этому аромату кинзо я отношусь очень не то что равнодушно, а даже с легким неприятием. Как-то он мне не пошел и все. Что у нас тут еще есть? У нас чаще всего продается вот такими наборчиками. Например, вот такой был наборчик Lancome. И благодаря этому наборчику я, конечно, тоже... Ну, я бы могла и отдельно, кстати, в магазинах, очевидно, потестить эти ароматы. Они у нас есть. Ну, тем не менее, вот благодаря наборчику я купила и Lancome Hypnose, и Miracle, и Trisor. В общем, много-много чего купила, потому что они мне очень понравились. Ну, кроме поэмы. У меня подруга любит поэму. Я нет. Меня такая немножко медовость убивает. Ну, все равно это прелестно, прекрасно. Очень здорово. Они копия взрослых тоже флакончиков. Поэтому вот этот наборчик тоже люблю очень нежно. Ну, это же маленькие такие игрушечки. Это я тут недавно на Алиэкспрессе набрала игрушечный домик. Боже мой, вы наберите эти слова и посмотрите, что вы там увидите. Там настоящие дворцы, замки и домики, которые ты можешь сделать сам. Практически построить там всю мебель по сутку. И она будет такая микроскопическая, отдельно маленькие кроватки, маленькие там. Ой, ну, в общем, это просто я окунулась в какое-то детство, когда были еще тоже какие-то мини-игрушечные наборы для кукол. И поняла, что я, в общем, хочу этот домик. Так что, когда у меня будет свободных 45 евро, они примерно так стоят, самые дешевые варианты, то я обязательно закажу. Вот еще был один набор Yves Saint Laurent такой прекрасный, потому что вот уже я вот этого Беллы Опиума я и не вижу в магазинах. А этого так тем более. Сейчас какие-то другие версии сделаны прекрасно, вот именно как флакончик взрослый. И тоже благодаря вот этой менюшечке я заказала потом вот эту Baby Doll. Она мне очень понравилась, потому что там гриб фруктовый такой запах приятный. Заказала соточку, обломалась. Соточка мне пришла подделка. Даже цвет был другой жидкости. Здесь розовый, а там был просто такой желтоватый. И после этого мне уже лень была заказывать тридцатку, конечно. Но попытка приобрести полноразмерный флакончик была. А эти опиумы, да, по крайней мере, мне, я думаю, хватит даже вот этого количества и достаточно надолго. Они очень интересны, чтобы иметь в своей коллекции. Парижанка, не знаю, она как-то, многие о ней пишут, что там вот она такая-сякая и интересная. Но как-то ничем она меня не зацепила. А это я даже не знаю, что, но это точно Евсен-Лоран, но не помню, как он назывался. А Парис? А, может быть, Парис. Вот. Так, что я вам тут еще не показала? А, ну вот эти тоже, по-моему, были в наборе с Элизабет Тарден. И, наверное, это было в этом же наборе. Ну, наверняка что-то было еще. Не было же их три штуки. А, может, я кому-то тоже уже подарила. А, вот, мои самые первые были. Это вообще они в таком наборчике, чуть ли не три там евро стоили. Вот. На каждом сайте в такой красивой коробочке. Тут написано Марлен Дитрих. Ну, по-моему, на самой коробочке было написано Грейс или что-то такое. Это моя жизнь, моя страсть и мои мечты. И интересные такие тоже ароматики. Простенькие, маленькие. Ну, вот, как подарочек, например. Жалко, коробочку не сохранила. Вот. Тоже они там одно время, ну, были везде, на всех сайтах. И вот. Потом заказывала такие Джессика Симпсон, насколько я помню. Фэнси и что-то еще. У меня есть очень красивая ее большая бутылочка, зеленая такая, изумрудная, с золотой крышечкой. Такой яркий аромат, нестандартный. Я подумала, вдруг эти будут такие же яркие, нестандартные. Ну, они такие банальные, в общем, как бы ни о чем. Ну, есть и хорошо. И пускай будут. Вот, потом заказала такой тоже Риэнт Ван Клифф и Арпелис. Только потому, что у меня есть большой вариант, тоже сотка. И я думала, вдруг это тоже подделка, и надо сравнить. Потому что я почти уверена, что вот такие менюшки явно никто подделывать не станет. Сравнила, все в порядке. Нет, не подделка. Вот этот маленький у меня тоже остался. Вот такой классненький. В общем, резюме в целом. Маленькие флакончики – это просто супер что-то такое. Жалко, что их нет большого количества вариантов и возможности купить. Потому что, может быть, я бы только на них и перешла. Место они экономят необычайно. Как бы вполне хватает при большом количестве. Вполне хватает, чтобы потестить. И даже, чтобы попользоваться некоторыми из них. Ну и потом радует глаз. Это, я говорю, как люди, которые собирают машинки маленькие. Там что-то еще. Книжки маленькие. У меня один знакомый собирает миниатюрные издания. То есть мне это понятно очень. Как раз вот все, что такое микроскопическое, миленькое, красивенькое, хорошо сделанное. Оно доставляет массу удовольствия. Так что, надеюсь, у вас тоже есть такие классные, разные варианты. Которые вам доставляют радости и удовольствия. Ну вот что может быть лучше, придя после тяжелого рабочего дня. Когда тебе там выносили мозг на работе. Начальство, коллеги. Вот прийти, расслабиться. Все это посмотреть, понюхать. Вот и тогда уже можно выпить чашечку горячего чая. Успокоиться. И решить, что жизнь не так уж и плоха. Всего хорошего. Пока-пока, до следующих парфюмерных болталок.